Знаешь ли ты, как правильно подбирать деревья на свой участок? Прямо сейчас я расскажу о главных правилах и какие 10 крупномеров подойдут абсолютно для любого места, будь то южные регионы или же более северные. В мой список вошли самые неприхотливые в уходе, но очень декоративные деревья с резными листьями, яркими окрасками и эффектными кронами. А еще сейчас я расскажу, почему никогда бы не посадила у себя на участке клен ясенелистный. Это видео будет полезно не только опытным садоводам, но особенно тем, кто только купил участок. Через несколько секунд ты узнаешь, почему нужно начинать озеленение именно с деревьев крупномеров. Обязательно смотри до конца, ставь лайк и подписывайся на канал Акапланта. Напомню, у нас новая рубрика «Словарик садовода», и в каждом видео я объясняю простыми словами сложные термины. Сегодня расскажу, что такое фастигиатная форма деревьев и габитус. Первый, о ком я буду говорить, это клен сахаристый. Ты только посмотри, какой он красивый! Обожаю клен сахаристый, причем кустовые формы. Его считают деревом первой величины. Есть вообще простая классификация. Деревья первой величины – это деревья высотой от 20 метров и более, второй величины – от 10 до 20 метров и третьей величины – от 5 до 10 метров. Клен сахаристый достаточно прост в уходе и очень неприхотлив. Его выращивать можно на большинстве типов почвы, хотя он предпочитает более плодородные и влажные. Его следует поливать регулярно и избегать пересыхания. Он также может расти в полутени или на солнечных местах, но для лучшего роста рекомендую посадить его на южной стороне или на юго-западной. Он идеально будет смотреться как в одиночной посадке, так и в композициях с другими растениями. Чуть позже я расскажу, какие конкретно композиции могут быть с ним. Мне нравится клен сахаристый за счет своей листовой пластинки. Не только за ее резную форму, но и за размер. Она очень изящная по сравнению с начальным видом. За счет резных небольших листьев крона очень ажурная, нежная, а с обратной стороны листика серебристый налет, что на ветру создает игру цвета. Если тебе нужно что-то посадить в углу, то сейчас я расскажу хороший вариант композиции. Этот клен будет основой у нас служить, фоном. Рядом к нему можно посадить сосну обыкновенную или любую другую сосну с зеленой хвоей до 6-8 метров высоту. Тую можно взять, смарагт, например, три штуки. Посадить их с другой стороны. А на их фоне что-то красиво цветущее, жасмин или яблоню декоративную. А вниз сажаем кустарники, например, спирею серую. И будет отличная композиция. Кстати, выбрать себе на участок клен сахаристый в разных размерах вы можете в наших каталогах. Кроме него там еще около 10 тысяч наименований растений напрямую от производителя и по самым выгодным ценам. Скачивайте прямо сейчас каталоги по ссылке под этим видео. На Москву и на Питер они разные и они абсолютно бесплатные. Следующее не менее эффектное дерево это клен Друмонди. Шикарно подойдет для того, чтобы освежить композицию. Изюминка данного сорта в его листовой пластинке. Она имеет белобежевую кайму по краю листа на протяжении всего вегетационного сезона. Классно смотрится в группе, в том числе и с соснами обыкновенными. Достигает высоту 10-15 метров и при этом крона порядка 5-7 метров. Годовой прирост у клена Друмонди в высоту 30-40 сантиметров, а в ширину 20-30 сантиметров. Как я уже сказала, цвет листьев этот сорт клена не меняет. И это будет как плюс, потому что оно будет стабильно декоративным весь сезон, так и минус, потому что нет все-таки этой сезонной смены окраски, за что так часто любят клёны. Пример композиции с ним. На фоне группы из трех сосен можно посадить один экземпляр клёна Друмонди, и это будет смотреться очень нарядно. Поддержать его можно белоцветковыми формами кустарников того же чубушника или сирени и добавить в подбивку шаровидных туй. Дополнит композицию кустарник с розовым цветением типа спиреи или вигелы. Массовую посадку данного сорта я не советую, потому что это все-таки акцент больше, нежели фоновое растение. Хотя кленовую аллею вполне красиво сделать будет, почему нет. Клен можно высаживать в зоне отдыха, это тоже как вариант, потому что он дает большую тень, а значит его можно располагать рядом с террасой или беседкой. Данное дерево не слишком привередливо, поэтому не требует особого ухода. Его достаточно время от времени поливать и подкармливать правильно подобранными удобрениями. Если рекомендуется консультация по уходу за садом, то можете обратиться в наш питомник Экаплант. Мы не только проконсультируем, но и сделаем уход за вашим садом самостоятельно. Липа одно из моих любимых растений. Из липы можно сделать живую изгородь и придать ей различные геометрические формы. Она крайне пластична. Сейчас уже время простых огородов уходит, и мы хотим видеть у себя на участке дачном или придомовой территории все-таки эстетичные, красивые и правильные растения. Помимо габитуса, липы ценят еще за роскошное цветение и нежный аромат. Словарик садоводов помощь. Габитус это простыми словами облик или внешний вид. Он определяется происхождением ветвей, их числом, продолжительностью жизни и формой всей системы ветвей. Липа, ко всему прочему, еще отличный медонос. Она привлечет в сад насекомых опылителей и сделает урожай еще лучше. А чай? Как же про чай? Ведь из цветов липы получаются прекрасные лечебные чаи. Это растение максимально неприхотливо к условиям произрастания и многофункционально, как я уже говорила выше. Это может быть солитерная посадка, то есть одно растение. Также можно использовать в качестве фонового растения, посадить в ряд. Вариантов большое количество. Липа прекрасно держит форму и из нее получаются прекрасные плотные живые изгороди. Еще из плюсов. У нее достаточно плотная крона, которая создает уютный тенек в летний солнечный день. По поводу посадки липы. В ней ничего сложного нет. Самое главное выбрать солнечное место и обязательно учитывать перспективу, то есть будущие постройки и обязательно постройки соседей. В тени к липе начинают прилипать различные болячки. Вид не такой кошмарный, как у обсыпанной мучнистой росой барбариса или желтой акации, но приятного мало. Если здоровая липа не цветет, это тоже результат недостатка солнечного света. Также предпочитает она богатый гумусом почвы, но мирится с любыми за исключением разве что чистого песка или глины. Самое трудное в посадке липы это найти в продаже саженец. С учетом того, что липа в свои детские годы растет буквально по сантиметрам, саженец должен 5-7 летним быть. У нас в питомнике, если что, саженцы липы тоже имеются. И не только саженцы, но и конечно же крупномеры. Лиственница. Люблю ее, честно говоря, с детства. Это единственное хвойное растение, которое скидывает свои иголочки на зимнее время, а рано весной они появляются сочного зеленого цвета. Очень декоративные ее также нежные розоватые шишки на побегах. Их еще называют лиственничные розы. После опыления, вызванного ветром, цветки превращаются в шишки, а шишки это плоды. Интересный факт. Лиственница один из самых распространенных видов хвойных деревьев на нашей планете. Ему принадлежит 40% от общей площади лесов. На территории, которую лиственница занимает в России, могли бы располагаться 5 государств, таких как Франция. Лиственница имеет толстую светло-коричневую или слегка розоватую кору, покрытую глубокими бороздами. Кора защищает дерево от суровых погодных условий и обеспечивает выживание даже при температуре минус 70 градусов Цельсия. Лиственница может расти в условиях вечной мерзлоты. Оно занесено в Книгу рекордов Гиннеса как самое морозостойкое дерево. Высота растения порядка 25-30 метров. Для маленьких участков, конечно, не очень подойдет. Но если есть где разгуляться, то группа из трех штук будет смотреться очень красиво. Лиственницу незаслуженно, к сожалению, не используют в городском озеленении, потому что она достаточно хорошо себя показывает в формате малоуходности. Ну и, конечно же, эстетики. За счет тонких листочков хвоина, крона смотрится очень нежной и ажурной. Осенью хвоинки желтеют и с наступлением холодов облетают. Если немного отойти от темы крупномеров, то самыми эффектными, на мой взгляд, будут лиственницы на штампе. Они как раз подойдут для небольших участков. Смотри, какие композиции можно с ними сделать, просто невероятные. Непременно посадите рядом с лиственницей хвойные деревья или кустарники. Также вечно зеленые растения оживят композицию в то время, пока на лиственнице не появятся нежные хвоинки. Следующее дерево, про которое я не могу не сказать, это сосна обыкновенная. Это аборигенный, то есть местный вид растений для нашей полосы. Аборигенные виды можно встретить в лесу, на полянах, на опушках, в зарослях кустарников и вдоль рек. То есть это те растения, которые прекрасно себя чувствуют в нашем климате. Сосна достигает высоту до 25-30 метров и диаметр кроны до 10 метров. Наверняка ты сейчас представил себе сосну с оголенным штамбом, которая вытягивается, сбрасывает все скелетные ветки и стоит с голым стволом. Но на самом деле я расскажу, что все зависит от освещенности места произрастания. Не всегда сосна скидывает скелетные ветви. По дороге на дачу у меня растет изумительный экземпляр сосны. Солитерна, ну то есть один. Штамп у нее высотой, наверное, порядка полутора метров при общей высоте метров 10. В природных посадках обычно растения борются за свет, поэтому и происходит так, что крона сосен поднимается выше, а все, что в тени, она скидывает, как ненужный балласт. Поэтому и стволы стоят голыми. Но если честно, кора сосны тоже очень красивая. Она бывает от медно-оранжевой до красноватой, и это тоже можно использовать при создании ландшафтов. Кстати, если еще говорить о растениях с красивой корой, то рекомендую обратить внимание на черему хумаака. У нее кора ярко-медного цвета и в сочетании с белыми метельчатыми соцветиями смотрится крайне необычно. Вернусь к сосне. Если ты хочешь закрыться от посторонних глаз или некрасивых построек, то рекомендую посадить сосну, потому что она имеет необычную крону в виде шатра и быструю скорость роста. А также она отлично подойдет, как фоновое спокойное растение зеленого цвета. Супер классное сочетание это сосна обыкновенная и декоративные яблони. Это 100% привлечет внимание не только жителей участка, но и соседей. Ель обыкновенная, ну куда же без нее. Это также аборигенный вид, который прекрасно подходит для создания групп из древесно-кустарниковой растительности, олейных посадок, групповых и в качестве фонового растения. А еще все ели прекрасно держат форму, поэтому смело можно выстригать изгороди или что-то необычное. То есть я всегда говорю, если надоели изгороди и стуй, то изгородь из ели будет точно привлекать внимание. А еще важно, что ее всегда можно найти в нашем питомнике, в отличие от новомодных сортов, которые днем с огнем не сыщешь. Причем ее можно найти в разных размерах. Опять же рекомендую зайти в наши каталоги. Экоплант все-таки славится хвойными и я хочу сказать, что в прошлом видео был конкурс, дорогие наши зрители, слушатели. И вопрос звучал следующим образом. Сколько лет питомнику экоплант? Так вот, нашему экопланту 10 лет, а победителя мы определим случайным образом среди правильных ответов в комментариях. Результаты розыгрыша сможешь найти в разделе сообщества на нашем канале. И обязательно подписывайся, чтобы не пропускать подарки от экопланта, полезные видео о садоводстве и много интересной информации. Еще рекомендую заглянуть на наш основной сайт, где сможешь ознакомиться со всеми семью направлениями экопланта. По поводу сочетания ели, ее классно сочетать с чем-то белоцветущим, чтобы освежить темную хвою. Она прекрасно смотрится с яблонями, рябинами и можно добавить также клен Друмонди к ней. Ель сербская. Ее я полюбила, честно говоря, с первого взгляда. Она совсем другая, не похожа на обыкновенную. Для меня она более женственная, у нее такие дугообразные поникающие ветви. Она создает интересный пейзаж и такой небольшой романтизм придает, когда сажаешь на участке. Ее фишкой можно назвать фиолетовые шишечки. Высота растения во взрослом состоянии порядка 12-15 метров. И, конечно же, не могу не сказать о ее хвоинках. С обратной стороны у нее две белых полоски и в связи с этим растение смотрится крайне нарядно по сравнению с елью обыкновенной. Еще, кстати, напоминает немного пихту, потому что у пихты тоже с обратной стороны белая полосочка. Каштан тоже очень люблю и уважаю, и, конечно же, добавляю в этот список, потому что он будет красив как в частном озеленении, так и в городском. Лично у меня каштан ассоциируется с детством. Мы с мамой часто гуляли именно по каштановой аллее в моем любимом родном городе Ставрополь. А еще, безусловно, ассоциируется каштан у меня с весной. Он зацветает одним из первых огромными цветущими свечками на фоне ажурной листвы. Красота необыкновенная. Листья у него большие и состоят из пяти лопастей. Высота взрослого растения достигает порядка 20-25 метров, при этом крона может быть до 15 метров. Из плюсов могу выделить его плоды, потому что они придают дополнительную декоративность дереву осенью, и еще их можно использовать в качестве материала для поделок с детками. Кстати, хочу обратить внимание, что плоды каштана конского несъедобны. А тебе удавалось вообще когда-нибудь пробовать каштан? Напиши в комментариях, на что похож его вкус. Лично мне он напоминает смесь картофеля и гороха. Их очень легко можно приготовить на сковородке, но для этого нужно купить специальные съедобные каштаны. В детстве я смотрела мультфильм про лисенка и его папу «Сказка о старом эхо». Там на зеленой поляне стоял вековой дуб, а к его толстой скелетной ветви были подвешены качели. Помнишь такой? Именно такая картинка у меня возникает, когда я думаю про дуб. Сейчас я расскажу про него и расскажу конкретный вид, который мне очень нравится в ландшафтной архитектуре. Это дуб черешчатый. Я его очень люблю, ценю и уважаю. Для меня дуб это что-то вековое, стабильное, надежное. Хороший вариант в качестве семейного дерева. Посадил прадед, а несколько поколений радуются его красоте. Это дерево высотой 20-25 сантиметров, а то и выше бывает. При этом диаметр кроны может достигать 20 метров. Дерево считается очень ценным в озеленении за счет твердости коры. Если тополь быстро разрушается, то дуб он не такой. Дуб декоративен в течение всего года. Летом это массивное дерево с зеленой густой кроной, которая создает тень. Осенью плоды у него желуди, а зимой это необыкновенной красоты ствол с массивными скелетными ветвями. Для частных садов есть прекрасный сорт фастигиата. Обычно фастигиата это узкоколоновидная форма кроны. Высота этого красавца порядка 10-15 метров при диаметре кроны до 3 метров всего лишь. Для небольших участков самое оно. Фишка этого растения не только в его форме кроны узкой, но и в том, что листья у него остаются до следующего сезона. Он классно впишется в парадную зону в качестве столпов, которые будут обрамлять въезд, в качестве живой стены или в качестве фонового растения в композиции. Рекомендую. Следующее дерево, про которое я не могу не сказать, это орех манжурский. Говоря про орех, я имею в виду именно этот вид растения. Просто идеально для сада. Высота взрослого растения достигает 15-20 метров. У него крона широко раскидистая, ажурная и по размеру близка к высоте и достигает размаха 15 метров. Познакомилась я с ним на одном участке. Как сейчас помню, это была поляна и на нем всего лишь одно дерево. И крона его полностью закрывает весь участок. Зрелище неописуемое. Чувствуется невероятная природная мощь. Листья этого дерева сложные, то есть они состоят из черешка длиной до 1 метра и расположены по обе стороны от него небольшими светло-зелеными листочками. Цветет орех одновременно с распусканием листьев сережками зеленоватого цвета. Далее завязываются плоды. Кстати, плоды очень привлекательные. А вот в сентябре-октябре поспевают плоды, причем они съедобные и чем-то напоминают грецкие орехи. Его идеально посадить в качестве солитера. Теперь расскажу, как правильно подобрать растения в свой сад и сразу после этого поделюсь самым худшим деревом, которое я бы никогда не посадила в свой сад. Даже двумя. Пока писала статью, вспомнила еще про одно. Самое простое правило это выбрать растения, которые подходят по размеру участка. Если говорить профессиональным языком, самоштабные. Если участок небольшой, то подбирай виды и сорта с компактной кроной, часто фастигиатные, то есть узкоколоновидные, как я уже говорила. Если участок большой и есть место, где развернуться, то можно разгуляться на славу. Прекрасно впишутся здесь деревья солитеры с широкораскидистой кроной. Вообще, если ты только купил участок, то нужно начинать зонирование. Реши, где будет располагаться огород, баня, сарай, зона отдыха и прочее. После этого проектируем дорожно-торпиночную сеть, то есть как будет удобно передвигаться между этими зонами. И уже после этого приступаем к структуре сада. Самое первое, с чего нужно начать, это как раз большие деревья. Благодаря им будет создан каркас сада и внешний облик. Они будут выполнять, конечно же, и определенные функции. Например, зонировать участок, то есть разделять участок на смысловые зоны. Можно также отгородиться от соседей, сделать живую изгородь. Можно оградиться от негативных факторов окружающей среды, например, от пыли, газа, от шума. Прикрыть малоэстетичные фасады хозпостроек, укрепить почву склонов с сильной корневой системой деревьев. И, конечно же, улучшить воздух благодаря посадке хвойных, которые выделяют фитонциды в воздух. И вот теперь самое главное, чтобы я никогда не посадила в своем саду, это клен есенелистный, особенно женский экземпляр. Да, его сортовое растение, фламинго, очень даже симпатичное, но это дерево со стратегии сорняка. Оно дает поросль, водяные побеги, а если это женский экземпляр, крылатки, то самосевом заполонит весь участок. Поэтому будь с ним осторожен. Еще одно растение вспомнила. У меня негативный опыт с терновником. Он распространяется со скоростью полета самолета, причем по всему участку. Корни у него тянутся на большие расстояния и при выкопке сопротивляется, держится всеми силами за грунт. О растениях-агрессорах уже есть видео на нашем канале, поэтому переходи по ссылке под этим видео или в правом верхнем углу. А вот о деревьях-агрессорах я еще хочу сделать большое отдельное видео, потому что тема, мне кажется, очень больная. А если у тебя есть растения, которые категорически ты бы не советовал сажать, делись этим в комментариях. Благодарю от всей души за просмотр, ставь лайк, подписывайся на канал Экопланта и до новых встреч!